Екатерина Редникова одна из немногих российских актрис, чей драматический талант оценили как на родине, так и далеко за ее пределами. Она снялась в нескольких американских и английских кинолентах, также засветилась в литовском и турецком кино. Критики признают, что такому актерскому дарованию русской Шерон Стоун слишком тесно в звездах второй величины. В последнее время артистке все чаще выпадает шанс продемонстрировать весь свой потенциал. Екатерина Редникова родилась в середине мая 1973 года в обычной московской семье. Отец работал старшим научным сотрудником, а мама экономистом. На момент рождения Кати в семье уже был сын Дмитрий. Девочка любила общение с людьми и пение на публике, но росла очень застенчивым и скромным ребенком. Чтобы предоставить дочери возможность развития помочь преодолеть излишнюю стеснительность, мама начала водить ее на кинопробы. Также с шестого класса девочка стала заниматься в театральной студии. Свою первую роль в кино Редникова получила только через 10 лет. В 16, однако, усилия возымели свои плоды. Девочка стала раскованной и спокойнее относилась к большому количеству зрителей. Закончив школу, девушка поступила в ГИТИС к мастерам Омскому, Тереховой и Лазареву. А после получения диплома в 1995 году сразу же попала в театр Этцетера, где ей доверили одну из главных ролей в популярном тогда спектакле под названием «За горизонтом». Спустя несколько лет Екатерина была задействована уже в трех пьесах. В двух из них актриса исполнила главную роль. После успешных работ наступил период затиши, и артистка сконцентрировалась на карьере в области кинематографа. Также уже в 2000-х годах Екатерина Редникова сотрудничала с театром «Империя звезд», сыграв всего в одной пьесе. В 2008 году вокруг этой организации разгорелся нешуточный скандал, и в итоге театр был и вовсе закрыт. Актриса дебютировала в кино в неполных 17 лет, сыграв комедии «Бабню» и в драме «Уроки в конце весны». Через два года, в 1993 году ей доверили второстепенную, но характерную роль в триллере «Бездна. Круг седьмой». В течение следующих четырех лет Редникова сыграла еще в нескольких картинах, в том числе и одной американской. Эти роли не принесли ей никакой известности, но добавили опыта и способствовали будущему успеху. В 1995 году Екатерина сыграла в фильме «Барышня-крестьянка», исполнив роль служанки Насти. Лента по мотивам повести Александра Пушкина полюбилась зрителям, завоевала призы кинофестивалей, литературой кино, киношек, золотой витязь и номинирована на нику в шести категориях. Первую главную роль Екатерина сыграла в русско-французском фильме под названием «Вор». Сама актриса отмечает, что это одна из трех киноработ, которыми она и вовсе гордится. Со времен съемок в этом фильме Катя состоит в приятельских отношениях с актером Владимиром Машковым. Ради роли Редникова проявила недюжинную силу воли, обойдя сотни претендентов. Ей удалось настолько впечатлить режиссера, что несмотря на всю конкуренцию, Павел Чукрая дал предпочтение именно ей. Фильм получил огромное количество наград, номинирован на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке и завоевал специальный приз на Венецианском кинофестивале. Екатерина получила премию «Золотой овен» и «Ника». Самое время было закрепить успех, но тут грянул дефолт, а расходы на культуру сократили, и в российском кинематографе наступило затишье. Через год после этих событий актрисе позвонили из Америки, предложив сняться в главной роли в фильме «Виза на смерть». После съемок Катя уехала в США пожить, осмотреться и попытать счастья в киномире. Только через несколько лет Редникову удалось добиться хотя бы нескольких второстепенных ролей. В этом нет ничего удивительного. Голливуд не любит иностранцев. Впрочем, Екатерина не теряла времени зря, сумев познакомиться и завязать приятельские отношения с Милой Йовович и Аль Пачино. Одним из заметных проектов, завершивших период без ролей, является остросюжетный сериал русско-американского производства «Русские в городе ангелов», где актриса сыграла с Эриком Робертсом. Через два года с ним же Катя появится в фильме с 10-миллионным бюджетом «Пограничный блюз». В приключенческом сериале «Диверсант» и популярном детективе «Убойная сила» Редниковой досталась второстепенная роль. В комедии «Замыслил я побег» актриса в предсталов образе супруги главного героя. В дальнейшем Екатерина Редникова продолжила периодически сниматься в зарубежном кино. В 2005 году актрисе поступило предложение сыграть главную роль в трехсерийном фильме от студии BBC «Архангел». Ее партнером по площадке стал Дэниел Крейг. Затем «Россиянка» получила главную роль в проекте с бюджетом в 100 миллионов долларов, но съемочную группу вдруг увольняют. Пришел новый режиссер и привел другую исполнительницу – Пенелопу Круз. Еще один несостоявшийся персонаж Редниковой – Мария Магдалина и вечный библейский сюжет. Однако на этот раз съемки на полпути к завершению прервал экономический кризис 2008 года. Моментов со знаком «минус» по признанию Кати в творческой биографии случилось больше, чем положительных. Но в актерской профессии нельзя унывать и опускать руки. За 25 лет Екатерина Редникова снялась во множестве фильмов и сериалов, исполняя как главные, так и второстепенные роли. Все эти работы очень разноплановы, от триллеров до мелодрам. Но сама актриса выделяет из них всего три проекта, запавшие ей в душу. Драму «Подарок Сталину», криминальную драму «Дом» и сериал «Индус», который, по словам исполнительницы, стал приятным исключением среди неинтересных сценариев. В начале 2015 года широкому кругу общественности представлен детективный сериал «Семья маньяка Белаева», собравшая множество положительных отзывов. Зрители отметили как хорошую актерскую игру главных героев, так и захватывающий сюжет. Уже спустя год Екатерина предстала в необычном образе сотрудника органов внутренних дел в картине «Беги». Фильм рассказывал о хакере-разработчике уникальной программе, попавшем в тюрьму по ложному обвинению. Конкуренты начинают угрожать семье, и чтобы спасти близких, герою приходится бежать из мест заключения. Уже в 2005 году на съемках фильма «Коптивити» Екатерина познакомилась с американским продюсером Сергеем Коновым. Они общались два года, прежде чем отношения переросли в романтические, несмотря на почти 20-летнюю разницу в возрасте. А в 2008 году пара сыграла свадьбу. Солидный и представительный Сергей, на голову выше, миниатюрный, ростом всего 164 см. Редников, к тому же мужчина-родственник российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Но этот факт никак не сказался на жизни артистки. Как призналась сама актриса, в муже ее покорил ум. Влюбилась Катя после того, как прошла книгу Конова «Служба переводчику». Оформить брак официально влюбленные решили после прямой рекомендации – Аль Пачино, с которым совместно ужинали. Незадолго до свадьбы в интервью Редникова сообщила, что решение пожениться было и вовсе неожиданным для обоих партнеров, но они очень счастливы. В 2012 году 39-летняя актриса и 57-летний продюсер стали родителями. Сына назвали Лавром. Возраста Катя не боялась, знала, что рождена для любви, что рано или поздно появятся дети, а годы – это не критерий и вовсе не мотивация. В 2015 году появилась информация, что супруги ссорят. Косвенными причинами этих предположений стало то, что Екатерина и Сергей перестали совместно появляться на публике. А на московском кинофестивале красавицу сопровождал некий граф, аргентинец Алехандро Зичи Тисси. Артистка, как писали СМИ, призналась, что в молодости предпочитала общаться с людьми и вовсе постарше. А с ровесниками было очень скучно. Потом это ушло. И что-то моему мужу больше, чем мне почти на 20 лет. Это случайность, просто так сложилось. Думая, идеальный разрыв между супругами лет 5-10. Что сейчас происходит в личной жизни Екатерины, доподлинно неизвестно. Поговаривая, что к Сергею актриса так и не вернулась. Личного аккаунта в инстаграме у Редникова и вовсе нет. Неожиданных снимков знаменитости в купальнике в сети не сыскать. Однако фото любимой актрисы публикуют на своих страницах преданные поклонники и коллеги по съемочным площадкам. В 2017 году фильмография Екатерина Редникова пополнилась мелодрамой «Можно мне тебя обнять». В фильме актриса сыграла Елизавету, маму главной героини в исполнении Майи Горбань. Дочка, уехав на каникулы, попадает в неприятности. Лиза дома также оказывается в любовном треугольнике. В том же году актерский ансамбль из Редникова, Николая Фоменко, Виктора Ракова и Вероники Вернанская снялся в ленте «Синяя роза» об утраченных чувствах в поисках позабытой любви и внезапных встречах, меняющих судьбу.